Я из Щелкова лица на полиции Дубашов. Чем могу помочь вам? Алло, здравствуйте. Меня тут машину угнали со станции Загорянская. Согласно полицейской статистике, на территории Щелковского района за минувший год зафиксировано 131 преступление, связанное с кражей и угоном автомобилей. Только 35 машин удалось обнаружить и вернуть владельцам. Все эти преступления объединяет одно. Угнанные и не обнаруженные машины 90% случаев не были защищены никакими дополнительными средствами. Большинство угонов и краж совершаются опытными преступниками. Они заранее знают, как это сделать быстро и без лишних усилий. Иногда умельцы смотрят, как хозяин паркует машину и как она защищена. Дальше дело техники. В ход идут и отмычки, и линейка. В некоторых случаях машина оборудована системой защиты, которая отключается от специального брелка. Здесь взламывать ничего не надо. С помощью планшета или другого электронного устройства можно перехватить и записать сигнал, включая хозяина автомобиля. Всего на угон уходит пара минут. Хочу выделить одну тенденцию, которая характерна именно для этого вида преступлений. Угонщики очень редко угоняют транспортные средства, которые оборудованы хотя бы одной дополнительной системой безопасности, из исключения штатной сигнализации. Полицейские рекомендуют защищать машину всевозможными способами. Дополнительной сигнализацией, блокировкой рулевой колонки и коробки передач. Но наиболее эффективной мерой, по мнению сотрудников ГИБДД, будет установка системы ГЛОНАСС. Если, конечно, позволяет возможность. Не лишним будет и застраховать машину. Но лучше все же подходить к защите комплексно. В таких случаях риск угона минимален. Угонщики, согласно видеоматериалам, которые изучаются, мы анализируем ситуацию, тратят на угон автомобиля максимум полторы минуты. Почему? Потому что они работают на скорость. Если угонщик видит, что стоит какая-то система, которая препятствует ему в отведенное время совершить угон автомобиля, он бросает автомобиль и уходит искать более легкую добычу. Никогда угонщик не будет рисковать временем, не будет заниматься более определенного времени с одним автомобилем, как минимум среднего класса, это 100%. Более крупную дорогостоящую добычу преступники обычно выслеживают возле супермаркетов. Но в нашем районе, как и во всей Московской области, умельцы предпочитают другой способ. Угоняют автомобили с парковок возле железнодорожных станций или с неохраняемых продумовых территорий. Самые распространенные модели среднего класса и привлекают внимание злоумышленников. Ford Focus, Hyundai Solaris, Mitsubishi, Zhiguli. Воруют также мотоциклы, квадроциклы и даже трактора. 70% преступлений произошло в ночное время. Это с 23 до 6 часов утра. Основные пиковые часы это с часу до 4 часов ночи, когда самый глубокий сон у граждан. И 21 преступление, это 25% это в дневные часы, вот как я говорил, стоянок. Будьте бдительны, оставляя свой автомобиль. Но если уж такое несчастье произошло или вы стали свидетелем угона, первым делом обращайтесь в полицию. Здесь главное действовать быстро. Украденную машину обнаружить непросто, но бывают исключения. Марина Познякова, Александр Рожевский, телерадиокомпания, Щелково.